Продолжим строить дороги и начнем эвакуировать лодки. На очередном заседании областного парламента депутаты приняли ряд законопроектов и важнейших поправок в местный бюджет. В казну поступило чуть меньше 140 миллионов рублей. Правда, вместе с этим выросли и расходы. Подробнее Анна Антонова. Строительство дорог только продолжает набирать обороты. В этом году в региональный бюджет добавили еще 150 миллионов рублей на ремонт асфальта в муниципальных образованиях. Также дополнительные деньги в казне потратят на модернизацию объектов агропромышленного комплекса и поддержку малого и среднего предпринимательства. Очередные поправки в главный финансовый документ области внесены. Добавлено 1 миллиард 600 миллионов рублей на выплату зарплату работникам культуры, социальной сферы. Это требует у нас дорожная карта и требования федеральных ведомств. Одной из социально важных поправок в региональный закон на очередном заседании предложили внести представители общественной палаты. В России стали популярными вейпы, кальяны, которые употребляют в общественных местах, в том числе в кафе, в ресторанах, в общественном транспорте, на детских площадках, в рабочих местах и так далее. Чтобы оградить подростков от подобных вредных привычек, депутаты приняли поправки, которые запрещают появляться лицам, не достигшим 16 лет, в местах, где продаются вейпы и кальяны. Правда, у некоторых парламентариев возникли сомнения по поводу применения данного закона на практике. Что не скажешь о другом проекте, который должен начать работать уже этим летом. В Саратове и других крупных городах на Волге появятся штрафстоянки для маломерных судов. Реализация данного закона в случае его принятия позволит значительно повысить безопасность населения, отдыхающего на водных объектах, а также обеспечит поступление дополнительных доходов в областной бюджет за счет повышения собираемости транспортного налога с маломерных судов. Подобные меры крайне необходимы, чтобы свести к минимуму случаи управления судами в алкогольном опьянении или не имея при себе соответствующих документов. Закон четко прописывает порядок эвакуации и хранения транспортных средств. Анна Антонова, Денис Титаренко, Олег Бирюков, Саратов, 24.